всем привет скоро в нашем городе появится еще одно творение рук человеческих жилой комплекс ботаника life кстати говоря застройщик тен и сейчас я разберу двухкомнатную квартиру из этого я надеюсь замечательного в будущем жилого комплекса поехали итак это двухкомнатная квартира которая предназначается для двух проживающих людей ну дело в том что ко мне обратились за консультация и не дожидаясь пока дом будет построен попросили иван пожалуйста придумай нам планировку ну и конечно я с большим удовольствием придумал планировку в двухкомнатной квартире сейчас вам ее с большим удовольствием покажу вдруг поможет и так что у нас есть у нас есть прихожая не очень большая у нас есть санузел гостевой есть ванная есть большое общее пространство двадцать четыре квадратных метра и две комнаты 15 половиной 12 половиной квадратных метров вот собственно говоря что мы имеем что хорошо хорошо то что я практически не трогал планировку то есть осталось все так как есть практически о чем это нам говорит это нам говорит о том что проектировщики растут и делают планировки максимально удобные в которых в общем то не надо ничего менять практически давайте вам покажу только конечно мебель надо по-другому расставить ну например берем гостиную посмотрите как здесь все расположено кухонный гарнитур рядом стоит стол напротив кухонного гарнитура стоит диван но с другого края стоит телевизор все размазано по стенам такое ощущение что включили центрифугу и вот мебель так размазала по стенам это неприемлемо для дизайна сейчас я вам покажу как может быть по-другому ну и конечно по-другому совершенно я расставил мебель в жилых комнатах начну с прихожей дело в том что когда мы заходим в прихожую прихожая должна быть достаточно просторная и нарядная ну чтобы она уже нас радовала она квартира я имею ввиду обычно застройщик делает прихожей вот такусенький заходишь в какую-то коробочку и там и некрасиво и неудобно что я сделал я убрал санузел кто-то скажет да ты что как так второе место куда можно так сказать уединиться с газеткой ты его убрал и до убрал не метров то не очень много поэтому взял и убрал и сделал туда так называемый хоз блок в одной половине это стиральная машина с корзиной для белья гладильная доска утюг химия всякое необходимое для стирки согласитесь очень нужная и важная вещь а вторая половина это полностью хоз блок куда мы можем убрать уборочный винтарь лыжи зимой кататься клюшки удочки но вообще все что угодно тут еще и водонагревательный бак не знаю правда зачем он в новом доме но попросили водонагревательный бак ну пожалуйста разместил этот самый бак это позволило помимо того что появилось много мест хранения это позволило увеличить прихожую она была узенькая а сейчас она стала широкая и это хорошо в этой прихожей есть большой шкаф я надеюсь хватит его для верхней одежды этих двух замечательных людей но а дальше уже интереснее попадаем в общее пространство она осталась точно такой же конфигурации просто я поменял расположение мебели самое главное я разделил на две зоны пространства одна гостевая другая кухонная на кухонной половине кухонный гарнитур стоит вдоль окна согласитесь это здорово когда стоишь что-то готовишь смотришь в окно там красиво зелень но если лето если зима то все белым бело в общем в любом случае это здорово смотреть в окно плюс будет все хорошо освещено при этом нужно учесть пару важных вещей кухонный гарнитур высотой от 86 сантиметров до 93 а высота подоконника как правило 80 сантиметров это значит нужно окно поменять и вставить снизу так называемый импост это такая дополнительная вставка чтобы створка стала повыше и подоконник чтобы мы приподняли да нужно поменять окно да нужно потратить деньги но чтобы дизайн случился нужно идти на какие-то жертвы вот это одна из них зато вы получаете кухонный гарнитур вдоль окна второй момент который нужно учесть при таком расположении это смеситель дело в том что смеситель стандартный помешает открыванию окна то есть окно когда будет открываться он будет упираться смеситель но окно в любом случае нужно будет открывать помыть его не знаю птичек покормить там что-то что-то крикнуть в окно короче говоря есть смесители которые складываются или утапливаются в столешницу обратите на это внимание об этом нужно позаботиться заранее третья вещь о которой нужно позаботиться это радиатор его нужно перенести из под подоконника на соседнюю стену но это дарит нам новые возможности дизайна мы можем выбрать дизайнерский красивый высокий радиатор и вот здесь вот он очень симпатично может расположиться в этом кухонном гарнитуре я увеличил его полезную площадь вот эти все квадратики обозначают место расположения встроенного холодильника встроенного морозильника ну так попросили морозильник отдельно стоящий плюс это колонна для хранения и плюс это колонна в которую встроится духовка микроволновка и даже кофемашину туда можно встроить очень удобно это высокие шкафы они практически незаметны и в них все прячется здесь на кухонной половине еще есть стол он небольшой на два посадочных места при необходимости этот кружок можно раздвинуть и посадить гостей на этом кухонная часть закончилась переходим к части гостиной здесь есть диван напротив которого телевизор в стороночке стоит очень симпатичное легкое вращающееся кресло за которым торшер который будет создавать уют и комфорт ну знаете торшер включил с книжечкой сидишь очень уютно и симпатично вот такие две зоны у меня получились кухонный гарнитур увеличился мебель расставлена логично все как говорят по фэн-шуй все по осям симметрии в общем это совершенно другое впечатление вот видите просто какая-то расстановка мебели в корне меняет восприятие от пространства в котором мы находимся дальше я строю дверной проем сюда можно поставить дверь а можно не ставить можно ставить что-то на вроде арочки круглой квадратной какой угодно и мы попадаем совсем в крохотный коридорчик из которого три двери что еще важно учесть в этом коридорчике очень важно все эти двери сделать от центрованными симметричными чтобы расстояние от двери до стены было одинаковым во-первых чтобы обналичка влезла а во-вторых чтобы выглядело это все красиво и аккуратно итак за одной двери у нас получается общая ванная комната это большая душевая с сидением в душевой это очень удобно когда ты сел и можешь там ножки потереть здесь есть понятное дело унитаз и раковина здесь все понятно она достаточно просторная чтобы все это разместить но так получилось за счет того что я убрал отсюда стиральную машину помните я ее перенес в прихожую ну кто-то скажет не очень удобно через прихожую таскать белье ну да есть нюансы согласен ну а что делать на маленькой площади приходится как-то выкручиваться все-таки здесь всего шестьдесят четыре квадратных метра так-то если чего осталось еще две комнаты в одной комната дамская а другая мужская в дамской комнате шкаф раскладывающийся диван не кровать почему-то попросили диван ну почему бы и нет пускай это будет раскладывающийся диван напротив красивый комод тоже все красиво центруется справа от дивана есть тумбочка она может быть прикроватная на нее можно там положить очки книжку телефон заряжаться здесь есть кресло конечно отдельно стоящие где можно посидеть и красивое зеркало которое можно наклонить на стену или поставить рядом с ним в общем это не только утилитарная вещь но и красивая акцентная деталь в интерьере переходим к следующей комнате здесь есть шкаф естественно который от стены до стены во первых в нем прячется вся одежда во вторых с помощью шкафа я выравниваю кривую стену вот от застройщика нам досталась стена с различными выступами вот они но по-другому видимо нельзя тут часть несущая стена часть это вентиляционные короба и все это нам строит вот такую вот какую-то кривую стену которая в интерьере всегда смотрится безобразно я ее выравниваю фасадами шкафа и остается квадратное помещение с двумя окнами здесь есть рабочий стол есть раскладывающийся диван конечно же торшер и кресло для массажа вот кстати я не очень люблю вот эти вот кресла которые для массажа ставят вот эти вот отдельно стоящие которые вообще в интерьер вписать никак невозможно но здесь в общем вполне органично она разместилась в этом углу еще и со столиком на который тоже можно что-то положить ну в общем то вот такая вот планировка у меня получилось кстати говоря сюда еще и велодорожку вот этот точнее не дорожку а вела как он называется велотренажер господи ты боже мой велодорожку я две объединил в одну это на балконе балкон теплый здесь еще пуфик столик чтобы посидеть и поглазеть на город с 25 этажа я думаю это будет здорово прямо все как на ладони друзья к нам поступают различные интересные задачи вот это одна из них сделать две спальни дамскую и мужскую одно общее пространство не часто это встретишь но такое бывает вообще мы большие мастыки делать по индивидуальным запросам планировки так что обращайтесь пишите в комментариях или в инстаграм и я с удовольствием для вас проведу консультацию придумаю планировку и сделаю удобно и красиво ну а на этом все пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока да прибудет с вами муза